МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Человек у нас на своем месте. Не зря же наша здравница на протяжении последних 12 лет является лучшей детской здравницей Краснодарского края. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Немного о математике. На одном только завтраке используются 1100 тарелок. А еще есть полник, обед и ужин. Вот и считайте. К примеру, когда снимали этот сюжет, повара приготовили из кубанских продуктов 160 литров борща. Такие здесь промышленные масштабы. В один день у нас уходит 66 килограмм, допустим, помидор. Смена идет 21 день. Это вот получается 66 на 27 тысячи 300. Где-то вот так. Молочную продукцию в лагерь поставляет многократно дипломированный кубанский маслозавод. Обладатель золотых медалей огромного количества профильных конкурсов. Пейте, дети, молоко, будете здоровы. Пальмовое масло ничего не добавляется в него. Хорошее вкусное молоко. Кефир у нас самый вкусный. Масло у нас самое отличное вообще в крае. Записываем в журнал. Привозил человек молоко. Безопасность сигналовцев обеспечивают мобильные посты охраны на территории и стационарный пост на въезде. Здесь видно все, что происходит в лагере. Телевизионно-сторожевой пакет каналов представлен 132 видами с камер наружного наблюдения. Футбольное поле, спортивная площадка, столовая. У нас здесь осуществляется обеспечение внутридукового подпускного режима. Проверять у всех вожатых, воспитателей пропуска при выходе, при входе. Ну, следить само собой за детьми. Объект особого внимания – море. Выход к нему только в сопровождении вожатых и воспитателей. Сюда направлено 4 камеры наблюдения и 12 глаз спасателей. Тут растянутые акватории. Мы, получается, становимся рядом с акваториями. Один матрос выплывает на лодке, становимся тут на пирсе. Ну и, в принципе, следим, чтобы там не шалили дети, не ныряли. Принимать душ после моря и отдыхать ребята будут вот в таких корпусах. Комната на трех человек. Комната с начином шкафом, тумбочками. Белье уже застелено для детей. По три полотенца на каждого ребенка. Комната с выходом на балкон. С видом на море. Ну, вот на такую нашу сосновую ручку. Накануне заезда проводится генеральная уборка, обработка дезинфицирующими средствами, проветривание и обеззараживание бактерицидными лампами. Кроме того, в каждом номере проверяют сантехнику. По необходимости меняют смесители, краны и лейки. Качество воды отличное, как соленой в море, так и пресной в душе. А вода хорошая вообще? Конечно, конечно. Мы это же пьем дома. Конечно, да, у нас вода всегда хорошая. У нас же все как бы с гор течет. И катажи стоят в горах и наполняются, и подаются. Волейбольные, футбольные и баскетбольные площадки дремлют в ожидании детей. Скоро они воспрянут ото сна и наполнятся спортивным азартом и соревновательным духом. У нас очень много времени уделяется спорту. Ребенок проводит день в здравнице очень насыщенно. Утро его начинается с ежедневной зарядки. Заряжаемся бодростью. Далее у них весь день расписан поминутно. Скучать не приходится. Времени на телефоны и гаджеты у нас нет. Они звонят родителям, родственникам, могут там поделиться эмоциями с друзьями. Потом телефоны у них вожатые дружелюбно, мирно забирают. Они у нас лежат. Родители всегда могут связаться экстренно. Но так гаджеты у нас в лагере не используются. К приезду ребят вожатые сигнала готовят выступление. Полным составом выходят на сигналовский плац и кричат кричалку. Смелые, умелые всегда будут гордут. Вожатые сигналы на помощь к вам придут. Лагерь к встрече детей готов. На железнодорожный вокзал Новороссийска прибывает поезд. Нет, не этот. Вот этот. Колонну подвое! Из вагонов выходят будущие сигналовцы. Ребята с тройными колоннами маршируют по перрону к автобусам. Погрузка. Поездка. Построение. Здесь на самом деле самые яркие, самые искренние дети. И мы работаем для улыбок детей, ради их улыбок, ради их эмоций, которые они потом дарят в конце смены. И в течение всей смены вы идете по аллее, и дети кричат «Здравствуйте, Радмила Айратовна! Доброе утро!» Ради этого мы и работаем. Ради счастливых детей. После обнимашек перекличка. Артюхина Ульяна! Подходи к вожатой. Осмотр. Наш до 36. Заселение и знакомство. Море к приезду детей слегка разволновалось, поэтому первый день второй смены прошел без купания. Пасмурная погода не расстроила ребят. Впереди еще целых 20 дней отдыха, где будет море солнца, море улыбок и море моря. Виктор Курмачев, Владимир Россихин, Андрей Снегирев. Специально для ЯТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова